Уборка с участием губернатора прошла в Нижнем городском парке. Губернатор пообщался с волонтерами проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором принимает участие эта площадка. В рейтинговом голосовании по проекту может принять участие каждый рязанец старше 14 лет. Всего в Рязани в этом голосовании участвуют 26 территорий. Оставить свой голос можно до 31 мая. Все люди, которые живут в городе, в области, у нас в стране, хотят, чтобы наша страна выглядела хорошо, в том числе окружающее нас пространство. И мне кажется, правильно в этом поучаствовать, в той части, которой ты можешь. Недаром говорят, что не только чисто где не мусорят, но все-таки еще и надо иногда убирать. Но вот немножко прошли, и уже совсем по-другому выглядит территория. Травка начинает зеленеть. Нижний городской сад – участник голосования. Любимо это место среди горожан и среди гостей города. Это очень атмосферное место. Здесь же филармония, здесь такой творческий квартал. Я знаю, что оно будет реконструироваться в ближайшее время. Здесь есть и музеи, и многие другие общественные пространства культурные. Поэтому, конечно, мне кажется, это одно из таких особенных мест, можно сказать, жемчужин города и в целом области. Темой Всероссийского субботника в этот раз стало благоустройство городской среды и продвижение экологичного поведения. Субботник прошел не только в Нижнем городском саду, но и в ЦПКО, на зеленых зонах по улице Качевская и в районе реки Быстрес по Касимовскому шоссе. Также очистку провели в парках Героев 1812 года и имени Гагарина. Мне очень приятно приехать сюда в субботний день, в Рязань, в Рязанскую область, вместе с горожанами. Это такая отличная активность для того, чтобы пообщаться и вместе что-то поделать, что-то созидательное. Также жители города прибрались на своих придомовых территориях. Участники собрали сухую листву, мусор, ветки, а также подмели дорожки. В работе было задействовано 34 единицы спецтехники. Общими усилиями удалось собрать 225 кубометров отходов.